Братья и сестры И это поколение, оно испытывает самую большую нагрузку, самое большое противостояние, и им труднее всего. Мы за них будем молиться сегодня. А сейчас помолимся, обратимся к Господу, чтобы Господь пребывал сегодня с нами и благословил это служение. Наш Господь, мы сердечно благодарим Тебя за Твою великую милость и любовь, которую Ты нам открыл в Иисусе Христе, Спасителе нашим. Мы благодарим Тебя за то спасение, которое Ты принес на землю. Благодарим Тебя за Духа Святого, за Церковь Твою, за Слово Твое, которое звучит за это лето благоприятное. Благодарим и поклоняемся Тебя за то, что Ты продолжаешь спасать потерянных и погибших. И сегодняшний день, когда мы в постей молитве к Тебе обращаемся и молимся, Господи, благослови наследие наше, чтобы оно было Твоим наследием. Яви милость Твою, Господи, яви благодать Твою спасительную. Пошли пробуждение во многих сердца, разбей узы греха, которые враг строит для того, чтобы погубить наших детей и наших внуков. Господи, на руках молитвы мы приносим их к Тебе и повергаем эти моления пред лицом Твоим. И молим, благослови это служение. Проповедующих, братьев благослови, исполни их силой Духа Святого, благодатью Твоею. Духом молитвы посети всю Церковь, Господи, чтобы сегодня было поклонение Тебе в Духе и истине. Благослови, Господь, поющих, играющих, вознести Тебе хвалу, которой Ты, Единый, достоин. Посети каждое сердце, чтобы никто не остался равнодушным и безразличным, чтобы Твоя благодать была явлена и в этом служении. Тебя прославляем и за все благодарим, наш Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Я к Тебе, Господь, зоваю из сердечной глубины, Зори листья просираю, я пределом Твоей страны. Тебе любовью позаривны и во Славе Сам, Зари, Тебе, оттуда, осуждённый, Тебе, свой мир с государством, ПЕСНЯ 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 Слава Богу! 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 путь нужно искать, его нужно найти, но немногие его находят. И вот как раз вопрос истины, он так и стоял. И что же в противовес? А противовес-то будет ложное учение, или лжеучение, или ерести, которые сегодня сплошь и рядом насажены. С тех пор, когда Христос проповедовал об истине, прошло много лет, прошли века. И вы знаете, дьявол столько преуспел, что сколько времени шло, столько выходило новых различных учений. Которые суть не истина, а ложь. И сегодня нам, людям, которые достигли последнего времени, и мы знаем, что дьявол, как сказал Сергей Петрович, обрушивается особенно на молодежь, он знает, чем их увлекать. Он приготовил много различных сетей. Если человек, если молодой, особенно человек, не в истине, как мы прочитали, что люди, которые познали истину, познавшие истину, если человек сегодня не познал истину, его очень легко, очень легко совратить. Писание говорит, сравнивает это с младенцами. Он говорит, да не будем более младенцами, колебящимися и увлекающимися всяким ветром учения. Это как раз об этом же, об истине. Если человек не утвержден в истине, и дальше он говорит, я весьма обрадовался, что нашел и детей твоих, ходящих в истине. Апостол Иоанн имел такую радость, он не мог больше ничему радоваться, как сказал, что я весьма обрадовался, что из детей твоих нашел ходячих в истине. Я думаю, сегодня тоже, и для нас это очень важно. Но тоже вопрос можно поставить, а все-таки, что же есть истина? И нам, знаете, Писание нам показывает, если Пилат остался без ответа, и он не мог получить этот ответ, потому что это был мирской человек, человек, для нас, рожденный свыше людей, Бог отвечает через Писание, что же есть истина. И для нас это очень важно понять. Может быть, три вопроса, которые мы должны ответить себе. Это, что есть истина? И она является ли очень важной для меня, актуальной, необходимой в моей жизни? А если есть, то как мне ее достичь? Как мне ее получить? Где мне найти ее? И этот вопрос должен нас беспокоить сегодня, потому что это очень важно. Апостол Павел, посланник Тимофею, написал такое интересное место. Он говорил об истине. И он говорил Тимофею, ибо будет время, это написано о послании Тимофею, во втором послании Тимофея, 4 глава, 3-4 стих. Он говорит, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но будут избирать себе учителей, которые блестили слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Вы знаете, истина одна-одна, но лжеучения или лжи, вот этой вот, которой Дьявол строил, ее много, она очень разная. Давайте представим себе вот такой пример. Вот, допустим, был на дороге авария, эксцидент. И в какой-то момент это произошло, и есть правда, как было. Кто был виноват? Кто что-то нарушил? И может быть, кто-то будет защищаться, кто-то будет искажать. И инспектора, они обычно ищут, где же была правда. Спрашивают людей, смотрят какие-то результаты, последствия. И от этого будет зависеть результат, кто будет виноват, кто не будет виноват, кто будет наказан, кто не будет наказан. Но правда, она одна. Истина, которая должна была там свершиться, она одна. Но неправды будет много. И вот он говорит, от истины отвратят слух и обратятся к басням. Он говорит об истине в единственном числе. А в блжеучениях, он говорит, он их назвал баснями, таким неприятным словом. Но басни и ложь, это в принципе одно и то же. Он говорит, и к ним обратятся. Вот такое состояние, которое пришло сегодня. И вот сегодня мы понимаем, что сегодня братья определили этот день особый, молиться за молодежь, потому что дьявол на них особо имеет свои планы. Он на них особо обрушивается через различные методы. Как же нам противостоять этому? Но мы должны понимать, что же есть истина все-таки. Я бы ее, знаете, с чем сравнил? Сравнил с законом. Вот Иаков говорит, если человек исполнит весь закон, а в одном, что он согрешит, он становится виновным во всем законе. Вот так истина, она должна быть точно исполнена, она должна быть до конца признана или принята. И Писание говорит, познайте ее. Вот именно познание истины в ее комплексе, в ее полном понимании, оно человека защищает от погибели. Господь, когда говорил, после того, когда они вышли из рабства, из рабства он говорил Иисусу Навину, и он как раз эту мысль ему и говорил, он говорит такие слова, «Только будь тверд и очень мужественный, и тщательно храни, и исполняй закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от Него ни налево, ни направо, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Вот как Бог просил Иисуса Навина не уклоняться ни налево, ни направо, тщательно Его изучать, пребывать в Нем. Для чего? Чтобы все твои предприятия, которые ты будешь в жизни своей производить, они были благословенными. Чтобы ты их выполнял точно. Для нас это предписание такое же, как мы прочитали там, что мы получили от Отца заповедь ходить в истине. И для нас это очень важно. Чтобы нам понять еще немножко, а может поглубже, давайте представим такую картину, не картину, а иллюстрацию. Многие из нас знают, что такое пазлс. Я не знаю, по-русски как, по-английски это пазлс. Я смотрел, мы посетили одну сестру пожилую, она, время много, она занимается, она укладывает маленькие детальки большой картины в одном месте их. Это очень кропотливое, трудоемкое занятие. И вы знаете, наша истина, которую нам Господь открывает, она похожа на этот образ. Что там происходит? Кто задумал, архитектор этого пазла, этой картины всей, он сделал маленькие частички, которые размером одинаковые, но они не похожи друг на друга. И кроме того, на них нанесены какие-то оттенки красок, может быть, линий, их нужно собрать вместе. И когда человек собирает вместе, он должен быть очень аккуратным, потому что если маленькая одна ошибка, остальное все не сойдется. И человек долго проводит время, чтобы их собрать, переставить одну к одной. И когда все это свершается, мы видим шикарная картина. То задуманное, которое было задумано этим архитектором, оно все выявилось. И вы знаете, вот так наша истина, которую Господь нам дает, если мы ее познали, если мы ее через Священописание увидели, то она открывает замысел Христа, замысел самого Бога. И вы знаете, что делает дьявол? Он пытается эти картинки, эти маленькие частички складывать по своему усмотрению, так, как ему хочется. Вот, похоже, когда мы читали их послание к Тимофею, он говорит, по своим прихотям будут тебе избрать учителей, так, как бы они хотели, так, как им хочется. И когда ты выставляешь эти все частицы, как ты хочешь, можно даже немножко их подрезать там, чтобы они вошли, как-то их вдавить туда, чтобы они собрались. И даже если они собрались, вы знаете, вот того замысла, который был вложенный, он не получится. Та картина, она не появится. И дьявол иногда делает так вот из людей, из детей верующих родителей. И самих родителей, когда они не понимают истину, когда они в ней не стоят, то получается очень печальная картина. И в Писании написано, что будут лжеучителя, которые будут говорить страшные ерести. И написано, из-за них путь истины будет в поношении. Вот сегодня происходит такая картина, что дьявол вот этим занимается. Он старается, чтобы показать людям ложную картину Писания, ложную картину Божьей истины. И это мы видим сегодня в нашей жизни. Мне бы хотелось сегодня молиться о том, чтобы Господь дал нам милость понять истину Божью, чтобы как мы, так и дети наши, наша молодежь, за которую мы сегодня молимся, они могли познать истину, они могли ходить в ней. Ходить в истине, это ежедневно ходить, ежедневно вот в наших поступках, как мы ходим каждый день, вот это естественно и просто. Вот так могли им поступать в жизни, поступать по истине. Дьявол сегодня, молодежь отвлекает от жизни во Христе, от церкви. И мы видим, как многие, те, которые должны были стоять здесь, трудиться для Христа, они находятся за пределами церкви. Где-то находят себе свои интересы, находят свое удовольствие. Но сегодня наша молитва должна быть о том, чтобы они познали истину, чтобы эта истина, она пропитала их. И тогда они могут и участвовать, могут говорить о Христе, и свидетельствовать. И для них это будет благословение. У нас сегодня нету времени, но можно было еще бы говорить о том, как эту истину найти, как в ней утвердиться. Если даст Бог время, может быть, мы еще об этом поговорим. Сегодня у нас необходимо помолиться о том, чтобы нам, наша молодежь, наши дети могли познать Господа до конца, чтобы они стояли в истине, потому что время приближается к концу, и дьявол знает, что ему осталось мало времени. И он ополчается, он обрушивается. Но тот человек, который находится в истине, тот человек, который познал истину, он в безопасности. Его жизнь гарантирована, и Господь доведет. Давайте мы об этом помолимся, и помолимся за нашу молодежь. Аминь. 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 Играет музыка Умолкните, предо мной острова Умолкните, острова Умолкните, предо мной острова Говорит Господь Говорит Господь Постанет день для вас Благоговеющие В преды имени Говорит Господь Зайдет солнце правды Зайдет солнце правды Зайдет солнце правды На святые неба Будет вечно сиять Христос солнце правды Христос солнце правды Будет вечно сиять На доних Христос наш великий Зайдет солнце Зайдет солнце правды Зайдет солнце правды Зайдет солнце правды Исцеление в лучах Его Для всех святых небес Зайдет солнце правды Зайдет солнце правды Исцеление в лучах Его Исцеление в лучах Его На которого мы уповали. Вот тот, на которого мы уповали. Вот тот, на которого мы уповали. С ним шли вперед среди томлений и борьбы. Его возлюбили, Его совет, Его закон. С ним сердцем души, и все души. Вот тот, на которого мы уповали. Вот тот, на которого мы уповали. Он, Матерь наш, Спаситель наш, Поверящий кровь задался Иисус Христос. На час сожжал, и встречи с Иисусом в небесах. Ты влёк нас от земли, мы за тобой пошли, Чтоб слиться навсего твоим ночам. Иисус Христос. 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 Когда дети гибнут от голода ввиду неправильного отношения к ним, когда много сирот наполняет детские дома, когда главы государств объявили, может быть, тотальную войну детям, претендуя на их жизнь, распоряжаться ихней жизнью, распоряжаться ихней душой и будущим. Почему? Есть люди, которые приносят своих детей в церковь, чтобы предоставить их Богу, чтобы Бог распорядился ихней судьбой и направил путь жизни этих молодых еще людей, детей этих в этом бушующем мире, в этом океане. Чтобы этот путь был твердый и решительный, благословенный Богом. Путь, в котором не ошибаются, в котором не падают и не спотыкаются, потому что этот путь освещает сам Господь. И Он есть помощник, и Он протягивает руку в трудную минуту. И мы всегда имеем возможность к Нему обратиться, когда нам трудно, в отличие от людей этого мира, которые полагаются на себя, и полагаясь на Него, мы получаем от Него помощь. И я хотел бы краткое такое наставление сегодня дать перед тем, как мы будем совершать молитву благословения. Итак, читаем в 10 главе такую историю. «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев же, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». И еще место записано в книге Псалтырь, 126-й Псалом. «Вот наследие от Господа – дети, награда от Него – плод чрева». Дети – это награда от Него, награда от Бога. И вот мы прочитали историю, ученики приносили детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Родители приносили детей, но ученики почему-то препятствовали этому. В этой истории мы видим, что у детей появилось препятствие прийти к Богу. Может быть, ученики считали, что учитель их сильно загружен другой какой-то деятельностью, и дети тут помеха. Может быть, они считали, что Он достаточно утомлен, и Его приутомляют родители со своей просьбой, приходя и принося своих детей. Мы не знаем точно, что они думали, но мы знаем, что Иисус, несмотря ни на что, вознегодовал. И эту преграду Он разрушил, сказал, «Не препятствуйте детям приносить и приходить их ко Мне». И Он сказал даже к нам, дорогие друзья, что если мы не примем Царствие Божие, как эти дети, не войдем в Него. Дети – это награда от Бога. Я хочу, дорогие друзья, Сережа, Оксана и вы, дорогие друзья, чтобы вы понимали, что дети – это награда от Бога. Это не просто ваше достояние. Вы получили это от Бога. Очень много бедствий в этом мире происходит, когда родители думают, что дети – это наша собственность, и мы как хотим, так и распоряжаемся. И часто дети живут в неподобающих условиях, получают неподобающее воспитание, неподобающую опеку. И только верующие люди, просвещенные Словом Божиим, знающие, что это награда от Бога, могут дать детям правильное воспитание, правильное направление. Не препятствовать детям приходить к Богу и приносить их к Богу. Когда сильные мира этого тоже говорят, что дети – это наша собственность, и мы хотим владеть ими, мы хотим их воспитывать, как мы понимаем. Мы видим, много горя в этом мире происходит. Много семей разрушивается и страдает. Разрушивают семьи, отбирая детей. Но, слава Богу, дорогие друзья, что мы имеем это место, в которое мы можем приходить, в которое мы можем приносить наших детей, представить их к Богу. И мы верим, уповаем на это Слово, живое, действенное Слово, что Бог слышит нас, что Он слышит наши молитвы, что Он благословит наших детей по нашей просьбе. И поэтому мы будем приступать к этому с полной верой, чтобы получить это от Бога. И я хочу вам пожелать еще раз, чтобы вы, опираясь на Слово Божие, вникая в Него, помнили, что это дети – это награда от Бога. Жизнь – это чудо, непонятное, необъяснимое, непонятное человеком, в какой момент появляется вот это чудо – жизнь. Вроде бы все понимают уже, слияние происходит вот этих клеток, но вот как она, жизнь, получается? Это чудо, и это чудо мы получаем от Бога. И это чудо мы должны сохранить в нашей жизни, чтобы предоставить Богу, когда они вырастут и станут отличать левое от правое, и когда они сами изберут свой выбор, мы должны их подвести к этому правильному выбору. И сейчас мы будем молиться, и благослови нас Бог, сделать это искренним сердцем, пред нашим Богом. Аминь. Дорогой Господь, и благодарю Тебя. За все благословения, Господи, которые Ты проливаешь на меня, Господи, в моей семье, Господи. Благодарю Тебя за то, что Ты нам послал еще одну доченьку, Господи, Данилу. Я прошу Тебя, благослови ее жизнь, Господи. Благослови ее своими благословениями, Господи. Чтобы она была детью Твоего, Господи, чтобы она однажды познала Тебя, Господи. Помоги нам, как родителям, Господи, не быть препятствием ей, Господи. Во всем показывать Твою любовь ей, Господи. Помоги нам, Господи, всей семьей служить Тебе. Аминь. Бог, милосердно, слава Тебя, благодарна за то, что Ты своим благословением даровал нам еще одну доченьку, Данилу. Я Тебя благодарю и славлю за то, что Ты почел нас достойными. Я Тебя прошу, Ты помоги и дай нам больше мудрости ее воспитать во славу Тебе, чтобы она жила жизнью для Тебя. Ты пребудь с нею, пребудь с нами. Аминь. Наш благословенный Господь, мы сердечно благодарим Тебя за эту новую жизнь, Данилу. Господь, благодарим Тебя, что Ты ей дал жизнь. И мы ее Тебе посвящаем. На руках молитвы несем пред престол Твой, Господи. Возьми ее в свои руки. Проведи ее через жизнь. От зла и греха огради ее. Пусть благословение Твое сопровождает ее во все дни жизни, Господи. Пошли ей здоровье, пошли ей разумение, разумение истины Твоей, чтобы она, возрастая, познавала Тебя, возлюбила Тебя. Чтобы она возрастала в доме Твоем, чтобы имя Твое прославила в жизни своей. Пошли мудрости родителям воспитывать ее в учении и наставлении Твоем, чтобы Твоя благодать, она могла вселяться обильно в нее. Господь, Тебе отдаем это дитя. Да будешь Ты возвеличен и прославлен в этой новой жизни. Наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отец мой небесный, так же я, Господи, предстоя пред величием Твоим. Благодарю Тебя, что ты сохранил жизнь мою до сего часа, Господи. За всю Твою безмерную любовь ко мне, милость ко мне, Господи, к дому моему. Я благодарю Тебя. И особенно, Господь, благодарю Тебя за то, что Ты благословил меня доченькой, Господи. Благодарю Тебя за Вивияночку, Господи. Она поистине награда, Господи, для нас. И величит сердце мое, Господи, Тебя за этот чудесный подарок. В этот день, Господь, я посвящаю ее Тебе. Я прошу Тебя, Господи, возьми ее в свои святые руки, Господи. Постав свою ограну до дни, Господи. Сохрани ее в этом мире, Господи, от греха, от зла, от злых, беспорядочных людей, Господи. Сохрани ее, Господи, для Тебя, для Царствия Твоего. Дай мне, Господи, силы, мудрости, правильно ее воспитывать, Господи, в страхе Твоем. Дай мне, Господи, как матери, сделать все необходимое, чтобы она, когда вырастет, Господь, познала Тебя, полюбила Тебя. Всем своим сердцем, Господь. Прошу Тебя, благослови до желания сердца мое, Господи. Дай мне быть хорошей матерью для детей своих, не быть для них соблазном, Господь. Приводить их Тебе. Прошу Тебя, благослови, Господь. Пускай милость Твоя продлится надо мной, а Тебе за все слава, честь и поклонение, ибо Ты ее достоин. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господь, также я хочу Тебя в этот день принести и дочь нашу, Господи, для благословения. Это важно для нас, Господь. Я благодарю за все милости, которые Ты посылаешь ко мне. Я их не заслуживаю, Господь, а Ты послал деток, жену, Господь. Благодарность Тебе за это. И прошу Тебя, помоги мне быть в доме этим примером, Господь. И чтобы мой дом служил Тебе, Господь, чтобы истинно было в нашем доме, Господь. Прошу Тебя, благослови ее сердечко маленькое, Господи, чтобы она возрастала, любила Тебя, подорожала Тебе, Господи. Помоги нам, родителям, сделать все необходимое, Господи, что от нас зависит, Господь, чтобы Ты ее коснулся, Господи, в свое время. И она Тебе свою жизнь посвятила, Господь. Пребудь с нами в этом дне. Аминь. Благодарю Тебя, Господи, за этот комочек жизни, за эту крошку, Вивиан, Господь. Ты дал ей жизнь, Господь. И я прошу, от начала вступления, вхождения в эту жизнь, Господи, благослови путью, чтобы он был пред Тобой благословен, Господь. Чтобы она находила Твои потоки, Твои благословения, ходя и живя на этой земле, Господь. Чтобы Твои потоки изливались в ее жизни, Господь. И она могла благодарить Тебя, как своего Создателя, как своего Спасителя, как своего Искупителя, Господь. Чтобы она была радостью для родителей и благословением, восполнением их ожиданий, Господь. И родителям пошли мудрости, Господь. Дай им показать образец, Господь, Твой образец своей жизни, чтобы привести ее к Тебе. Подвести ее, Господи, к принятию Тебя в ее сердце, Господь. Чтобы она приняла Тебя и служила Тебя во все дни жизни Твоей, Господь. И тогда Ты будешь с ней, Ты благословишь ее, Господь. И беды этого мира, они не коснутся, они не разрушат ее внутреннее состояние, ибо она будет сильнее этих бед. Она будет сильнее этих бурь и препятствий. Потому что Ты будешь с нею, и Ты будешь в ней, как обещал нам по слову Твоему, Господь. Я прошу Тебя, Господь, презри на нее и благослови ее. Да будет Твое благословение над ней. Аминь. Аминь. Дорогие, дорогие. Можете дать. Жизнь воскрешаю Тебе, Ты отдаешься в момент, Ты управляй ее сам, Ты направляй к небесам. Жизнь это небо я, так будет пусть Твоя, ты юный сам, ты направляй, чтоб я Тебя прославлял. Город мой на вершине горы стоит. Город мой на вершине. Город мой на вершине. Город мой на вершине. Город мой на вершине. Достигал до городской стены, Но гора так высока была, Не смогла город размыть вода. Город мой на вершине. Город мой на вершине. Город мой на вершине. Может быть, еще много тяжелых лет Город мой будет нести терпеть. Может быть, ветры злые опять придут, Захотят сделать свой черный труд. Не боюсь и склоню пред отцом главу, Об одном тихо я попрошу. Пусть всегда город мой и моя стена На горе будет основана. Город мой на вершине. Город мой и северкушка Валериня. Утемная гора и легкой. Моя скала! Моя эр outs. Бог-творец, ты создал этот город сам, на скале ты его основал, защитил крепко его стеной и сказал, это есть город мой. Мою дел, мое царство навеки в нем не отдам, не будет разграблено, обновлю я городскую стену, защищу город свой, защищу. Город мой, есть душа, а вокруг вера стена. Ой, Господь, моя гора, мой, Господь, моя скала. Слава Богу! Город мой, Господь. Город мой, Господь. Слава Богу! Принесся на кресте скорбя, говорил, Отец, прости, ибо не знаю, что делаю. Город мой, Господь. Город мой, Господь, силу твою, Город мой, Господь, силу твоей, нашей сердца. Город мой, Господь, силу твоей, Город мой, Господь, силу твоей, Город мой, Господь, силу твоей, Аминь. Прекрасная невеста есть у Господа Христа, Господь ее привлек к себе, она ему верна. Посмотри на силу Творца, на любовь и доброту Его. Так приди к Нему, человек, сердце отдай навек. Мы волим Тебя, Господь, силу Твою, Пошли открытые славы с береги. Пусть чистят Твои наши сердца, На восходе литвов небеса. Песня. 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 Гряди, скорей, мы ждем! Скорей, быстро закрыться, может, ух identifies твердит Tudo и нерав firearmатишься к нам чтобы люди así! Слова рамоса звучат так ясно, что он написал наперёд, что люди только стадавцы будут начать этой милой дорог. Слова рамоса звучат так ясно, что люди только стадавцы будут начать этой милой дорог. Слова рамоса звучат так ясно, что люди только стадавцы будут начать этой милой дорог. Слова рамоса звучат так ясно, что люди только стадавцы будут начать этой милой дорог. Слова рамоса звучат так ясно, что люди только стадавцы будут начать этой милой дорог. Слова рамоса звучат так ясно, что люди только стадавцы будут начать этой милой дорог. Слова рамоса звучат так ясно. 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 Слова рамоса звучат так ясно, что люди истинные милые дороги. И до этого becomes членные милые дороги. И это время после Соломонской войны. После этого года не «пределая» Оставка. Субтитры сделал DimaTorzok There's two kings now, one of the northern area and one of the southern of Judah. And so we're reading, and in this time, this is a time where these people are still living in prosperity. They're still living in a time where they're reaping the benefits of that golden age. Everything is okay. The boundaries are secure. No one is thwarting their boundaries. No one's attacking them. And we come to find out that they're in a state of peace, a state of security, a state of prosperity, and they're living life just to the fullest. And they're just enjoying all of those benefits which God had sent them. And they're taking them for granted, possibly. And we read about two characters today that I would like for us to look at. This will be written in chapter 7 of Amos, verse 10. So Amos chapter 7, verse 10, if you could open up your Bibles. And we're talking about two key players here in this small passage that I would like to read. And we have a choice to make, which one will we be like? Who will we be like? And there's Amos and Amaziah. And so Amos, if you guys don't know, he's a shepherd from Judah. And he was not only a shepherd, that was his main primary task. But we read later on that he says he was also a keeper of fig trees. So he was not only a shepherd, but also a gardener, a garden keeper. And Amaziah, he was a priest. We read that in verse 10. And shortly, he will be a priest of that northern section, that northern kingdom. And he's living in Bethel. He's the priest of that city. And that's almost the main city that Israel, the northern kingdom, had. And that's where the king, Jeroboam, was at. In verse 10, it says this. Then Amaziah, the priest of Bethel, sent a message to Jeroboam, king of Israel. And before this, we read from the first chapters onward that Amos is prophesizing. And he's speaking God's word. And God's word does not sound light to these people. It is heavy. It is a burden. Because Amos is talking about punishment, which is to come. Now, I don't know about you, but kids, did punishment ever sound good? Not quite, no. Discipline never sounded fun. And it wasn't something that the parents enjoyed doing either. But it was a necessary task to guide us into what is wrong, to show what is wrong, and to show what is right. And so, Amos is preaching that punishment is going to come upon Israel, this northern kingdom of Israel. And he wasn't talking about the southern kingdom just yet. But that was later to come. And Amaziah heard this. And it says this. Amaziah, the priest of Bethel, sent a message to Jeroboam, king of Israel. He does something about it. And he says, Amos is raising a conspiracy against you in the very heart of Israel. The land cannot bear all his words, for this is what Amos is saying. Jeroboam will die by the sword, and Israel will surely go into exile away from their native land. And he does a second thing as well. Then Amaziah said to Amos, verse 12, Get out, you seer. Go back to the land of Judah. Earn your bread there, and do your prophesying there. Don't prophecy anymore at Bethel, because this is the king's sanctuary and the temple of the kingdom. And Amos very humbly replies. And he answered Amaziah, I was neither a prophet nor a prophet's son, but I was a shepherd, and I also took care of sycamore fig trees. But the Lord took me from tending the flock and said to me, Go prophecy to my people Israel. And so we see the heart of Amos, where he understands his position that he's not some seer. He's not someone that is high in the ranks of maybe the priest world or anything like that. He's just a simple shepherd. And he's saying, This is just what the Lord has taught me and told me to do, and I'm fulfilling that. And he says later on, just in the later verses from 16 and towards the end of this chapter, what is going to fall upon Amaziah, this priest, who's saying, Amos, we don't want God's word. We don't want to listen to it. We heard it. We don't want it. So there's these two key players. And if we look at the entire scripture, we've almost finished the Old Testament looking at each book, book by book. And God's spoken through different people in different ways. In the beginning, we see God directly contacting Adam and speaking with him freely and openly. And then later on, he speaks to Abraham and starts speaking through messengers and through dreams and through visions. And later on, through Moses, he speaks to these judges through Joshua. And he begins to lead through kings and speak to the people through kings. And when the kings had turned away from God, we see the current kings, Uzziah and Jeroboam, they turned away from God and did whatever was right in their sight. Then God had to speak through the prophets. And we're in this stage in the prophets where the prophets are speaking God's word to the people. And later on, since we have this wonderful thing called the Bible, we're able to see that the people did not listen to the prophets. And God saw no other way to redeem humanity and redeem his people and to save the people on the earth than to send his only son to the world so that God himself could be on earth. It's something that couldn't be imaginable for humankind at that time, that he would send his only son to spread his message to the people and speak to the people openly. And so, we're at this time where the prophets are speaking. And I believe today that God is speaking to all of us. The question is, are we listening? We see here Amaziah, this priest, he was a spiritual leader, if you will, of the northern kingdom. And he was this priest which was taught to instruct the people and show what is right and what is wrong. But oftentimes, they led these people astray. And at this time, there was a lot of idolatry and a lot of duality going on where they would serve God, but they would serve other idols. And so, Amaziah, this priest of the people, the spiritual leader, rejected to listen to God's word. He heard it, but he did not listen and obey God's word. Just to illustrate what that means, maybe kids, you've listened to music and you have earbuds in. And your parent comes into your room and you're listening to music or you're doing some homework and you got your earbuds plugged in. And they walk into the door and they say, And the first reaction that we have is, Sorry, what was that? And we open our ears to listen. And in the same way, we ought to listen to God's word. You might hear it and you might see God's word around you and you might see it even with your eyes if you're looking at scripture. But hearing is different than listening. And I hope that we, as we go out today and in our daily walk, that we would listen to God's word because he's trying to speak to all of us today through all of this, which we have at hand. To all the stories, to all the prayers that we hear, we see God in action. And I just pray that as the brother later on opens this book of Amos up even greater and up even more, I pray that you would look and listen to see where Jesus Christ is in this. And we can be like Amos, who listened and obeyed God's word, not just heard it. Or we could be like Amaziah, that priest, the man who thought he could live a spiritual life without God's word, without accepting God's word in his life, without listening and obeying that. So I just hope that as we leave today, that we would be encouraged, that we would seek hope, that we would look to God as our savior and to his word. And if we are trying to truly grow and we have that sincerity in our hearts, that we truly want to grow and do amazing things for him, and we want our children to be saved, we want our friends to be saved, then pray. And the mighty thing and the wonderful thing about God is he doesn't just hear. He always listens to your heart. He always listens to your prayer. And he will answer it. And I just pray that you hold fast to that hope, hold fast to that promise of God, that he will bring those that you are praying about, that you are fasting about, that he will bring those to the cross. And that will be an amazing day when we are all there in eternity in heaven, together with our families, with our loved ones, and we'll be praising his name because it was for all his glory that this all had happened. Amen, brothers and sisters. Things are called Открой же глаза, посмотри на дорогу. Прошедших мгновеньей тебе не вернуть, как судьи они полетят за тобою. Отступят тебя твои ночи и дни, ты станет свидетелем каждой славы. Но есть еще время, но есть еще время, и сердце склонись, душу воскройно воскройно, воскройне воскройно. В последнее время, о, не опоздай, проснись неразумный, а подумай серьезно, спасителю сердце сегодня отдай. Ведь завтра уже может быть очень поздно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сколько раз ты, Господь, с любовью нежно в сердце мое стучал, Но гонимый недоброй волей я в упрямстве своем молчал. По пустыне суровой дикой шел, не ведая сам куда. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я на дванях записан том Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И стал бы предо мною в проломе за сию землю, Чтобы я не погубил ее, но не нашел в проломе. Лица знакомые и родные, те, что входят в твою семью, Друг мой, осмелюсь спросить я ныне, Встанешь ли ты за землю сию? Трудно сражаться за души близких, Трудно стоять день и ночь в проломе, В этом присутствует доля риска, Нужно себя держать на изломе, Нужно рискнуть от себя отказаться Ради спасения сердцу милых, Нужно рискнуть за них подвязаться. Хватит ли мужества, веры, силы, Нужно рискнуть и пойти на битву, За неспасенных сражаться смело, Нужно стоять день и ночь в молитве. Друг мой, риск – благородное дело. Рисковать поначалу страшно, Сна и покоя нужно лишиться. Друг мой, рискни! Бог сказал, как важен риск, Что оправдан спасенной жизнью. Дьявол на поле сражения вышел, Он попытается уничтожить, Нужно рискнуть и голову выше. Бог в этой битве тебе поможет. Нужно рискнуть и появится вера, Что ты спасен будешь вместе с ними. Если не ты, кто же станет Первый в этот пролом, Зияющий ныне? Искал я у них человека, Который поставил бы стену И стал бы предо мною в проломе За сию землю, Чтобы я не погубил ее. Аминь. И но на свете уменьшем пушке, Сложно жить прадам большим, Горят за дворю скор Krishna, А п valor пусть будет пушке. Да. Боже, храни наших детей, Боже, храни от грешных путей, души, тела, ты их сохрани, Для славы небес береги. Для славы небес ты сбереги. Вечером поздним, за дверью закрытой, Гулят за Богу отцы. Жаркие просьбы от Бога не скрыты, Сердец материнских мночих. Боже, храни наших детей, Боже, храни от грешных путей, души, тела, ты их сохрани, Для славы небес береги. Для славы небес ты сбереги. Мы одного только просим у Бога, И одного только хотим, Чтоб ваши дети сбрали дорогу, Венущую цель, он святый. Боже, храни наших детей, Боже, храни от грешных путей, души, тела, ты их сохрани, Для славы небес ты сбереги. И в мире вокруг столько слез и династия, И нас ждет за каждым углом. И потому на детей ежечасно Мы в Богу в молитве идем. Боже, храни наших детей, Боже, храни от грешных путей, Души тела, ты их сохранил. Для славы небес береги, Для славы небес береги. Сейчас мы сделаем особую молитву За наших детей и за всю молодежь, Нашу славянскую молодежь, Детей верующих, родителей. Мне вспомнились слова Христа, «Если бы ведал хозяин дома, Когда придет вор, То не дал бы ему подкопать». Помните? Подкапывает враг дома, Потому что мы не ведаем отцы, Матеря к нам это приходит в наши семьи, Эта смерть посещает нас. Но я прочитаю слова надежды, Слова надежды от самого Господа нашего. Это слова надежды записаны в 49-й главе Пророка Исаии, С 23-го стиха. «Узнаешь, что я Господь, Что надеющиеся на меня не постыдятся, Может ли быть отнято у сильного добыча, И могут ли быть отняты у победителя, Взятые в плен? Да, так говорит Господь, И пленные сильным будут отняты, И добыча тирана будет избавлена, Потому что я буду состязаться С противниками твоими, И сыновей твоих я спасу». Так говорит Господь, братья и сестры, Что уповающие на него не постыдятся, Бог обетование дает нам, Что с противниками нашими Он будет состязаться, И сыновей твоих я спасу. Апостол говорит, Что обетования принадлежат нам, И детям нашим, И всем близким и дальним, Кого не призовет Господь. И вот нам, детям нашим, Это обетования Божие, Дети наши, которых мы здесь посвящаем, Они наследники неба. И нам надо бодрствовать, Не давать подкапывать дома наши, На страже стоять, В проломах стоять. А Бог дал свое обетование, А мы верою и долготерпением, Как две руки, Верою и долготерпением Наследуем эти обетования. И поэтому верьте, Что молитвы ваши сильны, Творить и после смерти чудеса. Аминь. Господь, дорогой, Мы вновь предстоим Пред тобой в молитве. Воздеваем руки наши, Господь, Чтоб ты услышал наше моление И наше воздыхание О детях наших И о молодежи нашей, Господь, В этой стране. Потому что мы приехали сюда, Господи, и многое изменилось, И часто родители в растерянности, Как себя вести, И как показывать примером, Как советовать им И показывать путь добрый, Господь, И много нового, И многие пошатнулись И пошли в разные стороны, Господь. Но ты говоришь, Что ты есть путь и истина, Господь. И мы сегодня приходим к тебе, Господь, И мы хотим, чтобы наши дети были На этом пути, пути истины, Господь, Чтобы они совратились с Него. И никакие уловки сильных мира и дьявола Не могли их поколебать В веру в тебя, Господь, Что истина в тебе, в Слове Твоем. Ты есть начальник жизни, Ты есть родоначальник жизни, Ты ее ведешь, Ты ее берешь к себе И вновь даешь, Господь. И все источники в тебе, И все, что не от тебя, Не от истины, Господь. Все, что не от тебя, Оно будет в сторону, И вместо смерти, Вместо жизни дает смерть, Господь. Прояви милость сегодня, Господи, По нашему молению. И открой очи, Господи, Детей Твоих, Открой очи наших детей, Господь, Чтобы они увидели милость Твою, Господи, Милость Бога Всевышнего, Милующего, все живое. Ибо Ты послал Сына Свою, Единородного, Чтобы всякий грешник не погиб, Но имел жизнь вечную, Тем более, Господи, Наши дети, Чтобы имели жизнь вечную, Господь, Сохрани их в этом мире, Сохрани их в этой стране И в этих ситуациях, Когда колеблются ноги их, Ихния, Господь, Когда почва, может быть, Уходит из-под ног, Ибо Ты есть твердыня, Ты есть скала наша, На которую мы уповаем, Господь, Да не поколеблются ноги наши И детей наших, Восстанови, Господи, И подними многих, Которые уже упали, Которые же разочаровались, Господь, Которые ослабли в вере И не имеют силы, Чтобы прийти в Дом Божий Твой, Чтобы возвести руки Твои Свои к небу, Господь, К Тебе, Чтобы Ты дал силы И помиловал, Господи, Мы сегодня молим об этом, Господь, не пройди мимо, Прояви свою силу, Прави свою мощь, Да будут они достоянием Твоим, Наш Господь, Наш Бог, Во имя Твое молюсь, Аминь. Боже мой, Отец Небесный, Вместе, Господи, С братьями моими, Сестрами возношу руки Свои к Тебе, К моему Богу и Спасителю, И молюсь о Тебе, Господи, Не только я на церковь, Народ Твой Зывает ныне к Тебе, Господи, За наследие наше, За детей наши, Господи, Если бы ведал Хозяин дома, Куда придет вор, То бодрствовал бы, Господи, Мы стоим при Тобой, Стою, прости, Что, может, Не бодрствовали, Не бодрствовали мы, Куда дети уходили, Не приходили, Господи, К Тебе, Боже мой, Мало молились, Прости нас, Господи, Но сегодня стоим При Тобой, Господи, И просим, Спаси их, Сохрани их в этом мире, Обрати их назад, Господи, Вы, Дай, Господи, Освободи их Из тех, Кто похищены уже, Боже, Приведи их в церковь, К Тебе, Блазови тех, Которые еще, Господи, Сегодня может колеблються, Поддержи их ноги, Укрепи их Упование на Тебя, Господи, Благослови нашу молодежь, Сохрани, Как Ты сохранил Тех, Сидраха, Там, В огненной печи, Будь с ними, Боже, И благослови, Прошу Тебя, Благослови также и родители, Церковь, Помоги нам бодрствовать И молиться всегда За наше наследие, Не только в этот день Поста и молитвы, Но всякий раз, Господи, А сегодня Мы умоляем, Господи, Уповая на заповеди Твои, На Слово Твое, Ты сказал, Просите, И будет дано Вам, И мы сегодня просим И умоляем Тебя, Услыши, Господи, И не оставь их в этом мире, В это последнее время, Дай, Чтобы мы И дети наших, Господи, Как сказал некуда Моисей, Ничего не удали, Ни копыта, Но были вместе, Там, В небесах, И здесь, На земле, Служили Тебе, Господи, Просим, Сохрани их, И будь прославлен, Наш Бог, Отец, Сын, Святой Дух, Аминь. Господь, Наши Бог, Мы всей церковью предстоим перед Тобою, И просим, Господи, Особой милости на наших детей, На наших знакомых, На наших близких, Господи, И не только на детей, Господи, Но и на каждого здесь присутствующего, На всех членов церкви, Потому что, Господи, Враг ополчается, И особенно в последнее время, Когда, Господи, Границы добра и зла размыты, Когда нет четкого понятия, Что добро, А что зло, Господь, Но мы должны уповать на Слово Твое, Господи, Поставь эту границу через наши сердца, Через наши умы, Чтобы мы могли четко различать, Что есть добро и что зло, И чтобы мы, Господи, Могли учить этому детей наших, Господи, Ты знаешь, Они ходят в школы, Они ходят в учебные заведения, Где их учат абсолютно не тому, Что учит Библия, Господи, Помоги, Чтобы мы, Как наставники, Могли настоять вовремя, И не вовремя, Господи, Чтобы мы открывали свои уста, И учили их, И говорили им Слово Твое, Учили их, Господи, Тому, Чтобы они могли различать, Что есть добро и что зло, Чтобы, Господи, Враг не мог, Господи, Завладеть их ними душами, Господь, Я прошу Тебя и о тех, Кто уже отошел от Тебя, Господи, Ты всесильный, Ты всемогущий, И Ты, Господи, Можешь возвратить их на пути истины, Молю, Господи, Тебя об особой милости над теми, Кто уже отошел от Тебя, Господи, Ты можешь соделать все, Господь, Я молю Тебя за тех, Кто стоит вдалеке, И кто, Может быть, Еще только думает о том, Чтобы приближаться к Тебе, Чтобы Ты, Господи, Такие сердца вдохновил, Особой милости просим Тебя, Господи, Благослови нас, Потому что в Тебе, В Боге нашем, В Тебе, Господи, В Иисусе Христе, Есть истина и есть спасение, И только через Тебя Каждый из нас приходит к Богу Отцу, Благослови нас в этом, Аминь. Мы поклоняемся, Смиряемся пред Тобою И молим Тебя о прощении. Я молю Тебя, Ты меня прости, Где я не стоял в проломе, Где я не стоял на страже, Когда дом подкапывался, Помилуй меня, Господи, В детях моих, Чтобы они Твоими были все. Я молю Тебя, Прости всех родителей нас, Помилуй, Господи, И светом Твоим просвети, Где мы увлекались земным, Где материализм нас Больше ценность составлял, Нежели духовные ценности. Прости, Господи, Прости нас ради Христа Иисуса И помилуй нас. Молим Тебя за детей наших, За наследие святых Твоих. Господи, не умени нам греха нашего, Помилуй нас в детях наших, Приведи их к покаянию, Расторгни все эти сети, И все эти клети дьявольские, Которые уловил их в свою волю, Те, которые служат греху, Которые связаны, Которые желают освободиться, Но у них нет силы. Господи, Боже, Вступись сам мечом своим, Силой Духа Твоего святого, Ты расторгни все эти греховные узы, Выведи на свободу, Отпусти этих измученных на свободу, Чтобы они освободились от сети дьявола, И могли прийти в царство возлюбленного сына Твоего. Молим Тебя за всех отлученных и отпавших, И таковых по сети, Которые когда-то давали обет Тебе служить, Но сейчас вдали от Тебя стоят. Спаси их, постучи в их сердца, Приблизься к ним, Господи, особенно в этот день, И яви милость Твою спасающую, Приведи еще многих и многих, Да исполнится обетование Твое, Которое Ты обещал нам сегодня через пророка Исаию, Что Ты спасешь, Ты будешь сражаться, Господи, Ты на кресте Голговском победил все эти силы тьмы, И обещаешь нам вечность. Мы верим, что Ты завершишь и пошлешь Больше того, чем мы просим и о чем помышляем. О Тебе единому поклоняемся, Тебя превозносим, Тебя благодарим За Твое спасение, которое Ты принес для всего человечества, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отец, Сын и Дух Святой. 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 Когда придет последний час. Отц, Сын и Дух Святой. Отец, Сын и Дух Святой. Отец, Сын и Дух Святой. Отец, Сын и Дух Святой. Сын и Дух Святой. Сын и Дух Святой. На земле. Сын и Дух Святой. Сын и Дух Святой. Сын и Дух Святой. Господи, Господи, чтобы мы в истине ходили пред Тобою. Господь, да придут все молитвы отцов и матерей за своих заблудших сыновей и дочерей пред лицо Твое. Услыши, Господи, мы молим Тебя, Господи, за наш репцентр, где находятся дети верующих родителей, которые желают Тебе служить, которые попали в сеть дьявола. Господи, помилуй Ты их, пошли им возрождение, обновление. Они много знают, Господи, но чтобы сердца их повернулись к Тебе, чтобы это орудие прошло им душу, Господи, чтобы они всем сердцем могли Тебе обратиться. И жизнь свою посвятить для Тебя, совершая эту работу в их сердцах. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.